Всем привет! Ты на канале Дворняшки Микки и это большой топ пород собак для семей с детьми. Поехали! Ретриверы. Самые популярные породы для семьи – лабрадор-ретривер и голден-ретривер. Оба четвероногих выведены для охоты, но из-за необычайной любви к человеку большая часть хозяев приобретает их в качестве компаньонов. Для охраны они не годятся, но зато помогут справиться с депрессией, заряжая своим оптимизмом. Шелти. Шотландская овчарка. Шелти отличается невероятной преданностью и неистащимым запасом энергии. Особую любовь они питают к играм вместе с хозяином, что очень важно для построения отношений с детьми. Одиночество Шелти не выносят, поэтому шумная компания из ребятишек для них в приоритете. Бульдоги. Самые дружелюбные бульдоги – английский и французский. Они обожают детские компании, но немного отличаются характером. Англичане ленивы и любят поспать, поэтому идеальны для спокойных деток. Французы – их противоположность с неиссякаемым запасом энергии. Пудель. Все разновидности, включая самые маленькие, отличаются незаурядным интеллектом и любовью к активному образу жизни. Пудели хорошо воспринимают человеческую речь, быстро осваивают новые команды и с радостью дрессируются под руководством малышни. Вельш Корги. Добротой славятся и пемброки, и кардиганы, но в качестве домашних любимцев чаще всего заводят именно первых. Кардиганы более флегматичны, но тоже любят пошалить. Обратите внимание, что корги, приглядывающие за маленькими хозяевами, могут слегка покусывать их за ноги при отклонении от нужной траектории. Таким образом, они демонстрируют свой пастуший инстинкт, оберегая хозяев, как стадо коров или овец. Бордер Колли. Эта собака занимает первое место среди самых умных. Бордер Колли быстро осваивает новые умения и идеально выполняет любые команды. Особую любовь они питают к своим хозяевам и с удовольствием возятся с малышней сутки напролет. Бернский Зининхун. Четверонокий гигант с необычайно обаятельной улыбкой достигает психологической зрелости лишь к двум годам. В этом возрасте его любознательность и беззалаберность сменяются спокойствием и невозмутимостью, но это совершенно не мешает Зининхунду с прежним рвением участвовать в любых подвижных играх. Ньюфаундленд. Этот здоровяк славится своим героизмом и добротой. Он любит общаться с людьми и хорошо лазит с любыми домашними животными, включая кошек и пернатых. Также Ньюфаундленд сильно привязывается к своей семье и очень тяжело переносит разлуку. Сеттеры. Ирландские и шотландские сеттеры ультраобщительны и нуждаются в очень долгих и подвижных прогулках. До трех лет отличаются гиперактивностью и любят пошалить. Не выносят одиночества и с удовольствием принимают любую ласку, в том числе крепкие объятия малышей. Далматин. Без регулярных физических нагрузок Далматин становится неуправляемым, поэтому его рекомендуется содержать в частном доме с возможностью свободного выгула. Для детей младше трех лет этот питомец не подходит. Далматин может случайно поранить их во время игры, не рассчитав свой вес, или инстинктивно атаковать из-за врожденных проблем со слухом. В последнем случае малышу нужно объяснить, что к животному нельзя подходить со спины или будить его во время сна. Бассет Хаунд. Бассеты необычайно общительны и жизнерадостны, но это совершенно не мешает их любви к диванному образу жизни. Им совершенно не характерна агрессия, поэтому в случае ограбления на них лучше не рассчитывать. Бигль. Веселый и энергичный добряк. Обожает порезвиться на свежем воздухе. Благодаря своей любви к играм он быстро становится другом детей. Бигль легко находит общий язык с другими собаками, но с кошками, крысами, хомяками и попугаями его лучше не знакомить по причине развитого охотничьего инстинкта. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Лохматый непоседа с необычайно обаятельной внешностью. Пребывает в позитивном настроении 24 на 7. Вне зависимости от возраста человека кавалер Кинг Чарльз очень сильно к нему привязывается. Маленькие породы собак для детей и в квартиру. Маленькие собаки подходят не для всех детей. Они легко травмируются и часто болеют, что связано с хрупкостью костей и особенностями любых декоративных пород. Несмотря на это, небольшие собачки идеальны для квартирных условий. Йорк Ширский Терьер. Несмотря на свой скромный размер, Йорк – типичный терьер. Он энергичен, вынослив и очень отважен. Из-за врожденной любознательности Йорк часто отвлекается во время прогулок, но никогда не отдаляется от хозяина слишком далеко, предпочитая держать его в поле своего зрения. Такса. Таксы не подходят меланхоличным хозяевам, но зато прекрасно ладят с людьми, предпочитающими активный образ жизни. Эти четвероногие известны своей самостоятельностью и упрямством, поэтому дрессировать их лучше в паре со взрослым. Ши Цу. Еще одна замечательная собачка для детей – Ши Цу. Она нетруслива, отличается хорошей выдержкой и не переживает по пустякам. Единственное, что может вывести ее из равновесия – долгое одиночество. Пекинес. Пушистые пекинесы миролюбивы по отношению к любым домашним животным, а вот к детишкам относятся более выборочно. Из-за низкого болевого порога и любви к умиротворенной обстановке они подходят исключительно подросткам и дошкольникам, умеющим сдерживать свои эмоции во время объятий. Цверкшнауцер. Эти небольшие четвероногие отлично справляются с ролью защитника и охотника. Несмотря на довольно серьезный характер, цверкшнауцеры очень добродушны в кругу семьи. Особо трепетные отношения они проявляют к малышам, с которыми можно вдоволь повеселиться во время игр. Померанский шпиц. Померанцы так сильно привязываются к своим хозяевам, что предпочитают делить с ними одну кровать и даже принимать душ. Несмотря на дружелюбие, они вполне умеют постоять за себя и совершенно не приемлют жестокого обращения. По этой причине шпицы, как и моксы, больше подходят для сознательных ребятишек. Папильон. Папильон – единственная маленькая собака для детей, входящая в десятку самых умных пород. Несмотря на острую непереносимость одиночества, этот четвероногий никогда не опускается до порчи мебели и постоянно смотрит на мир сквозь розовые очки. Мопс. Мопсы доброжелательны ко всем людям, вне зависимости от их возраста и факта знакомства. Во время игр важно учитывать слабую особенность породы – большие и выпуклые глаза. Они легко травмируются и склонны к выпадению. Породы собак для аллергиков. Басынджи. Басынджи не умеет лаять, практически не пахнет псиной и славится своей чистоплотностью. Благодаря отсутствию подшерстка и слабой линьки, ее относят к условно гипоаллергенным, то есть она способна вызывать аллергию, но гораздо реже других собак. Командор. Венгерская овчарка. Шнуровидная шерсть командоров не вызывает аллергию и не требует сложного ухода. Эти четвероногие максимально лояльны к детишкам, но только к знакомым. К остальным они относятся с подозрением в силу своего пастушьего прошлого. Баллонки. Мальтезе. Мальтийская. И бишонфризе. Французская. Почти не линяют и не имеют специфического собачьего запаха. Обе собачки славятся своим озорством и энергичностью. К главному отличию между этими породами следует отнести необычайную ревнивость мальтийских баллонок. Китайская хохлатая. Эти четвероногие бывают бесшерстными и пуховыми, но гипоаллергенностью обладают и те, и другие. Китайские хохлатые боготворят своих хозяев и не выносят одиночества. Без регулярного общения они сходят с ума и оглашают весь дом громким воем. Левретка. Левретка – необычайно нежная собака, напоминающая своими повадками кошку. Она любит отдыхать на любых горизонтальных возвышениях и ненавидит воду. Благодаря слабой линьке и гладкой шерсти ее относят к условно-гипоаллергенным. Самоед. Как и длинношерстная мальтизе, самоед примечательен своей роскошной белоснежной шубкой. Он редко линяет, не пахнет псиной и не подвержен перхоти. Шерсть самоеда обладает водоотталкивающими свойствами и функцией самоочищения. Благодаря этому она не только не вызывает аллергии, но и не требует сложного ухода. Няньки или охранники. К собакам, которые ладят с детьми, обязательно следует отнести четвероногих нянек и охранников. Первые отличаются необычайной гиперопекой и терпимостью, а вторые внушительной силой, позволяющей защитить хозяина от любых злоумышленников. Синбернар. Уравновешенные и очень добродушные синбернары не лишены игривости. Они обожают шалить с малышами и с большим энтузиазмом берут на себя роль няньки. Их единственный недостаток – интенсивное слюноотделение. Сибирский хаски. Любовь к малышам у хаски в крови, поэтому ему можно без опасения доверить даже младенца. Несмотря на дружелюбие и прекрасные способности к обучению, он отличается упрямством и стремлением к лидерству. Из-за этого его дрессировкой должен заниматься только взрослый, так как ребенку будет сложно. Колли. Шотландская овчарка. Колли миролюбивы, терпеливы, сообразительны и отважны. Благодаря этим чертам их часто используют в роли нянек. А вот в качестве телохранителя они не годятся по причине врожденного отсутствия агрессии к человеку. Бобтейл. Староанглийская овчарка. Бобтейлы славятся своим игривым характером. Они любят пошалить с ребятнёй, но также очень ответственно относятся к роли няньки. Из-за этого во время прогулки создается стойкое впечатление, что именно пес выгуливает малыша, а не наоборот. Английский мастив. Несмотря на грозный вид и хорошие охранные качества мастив, образец спокойствия и непоколебимости из-за своей флегматичности и крупных габаритов. Он не подходит чересчур активным малышам и младенцам. Такого пса лучше брать для подростков или для младшеклассников, домоседов. Немецкая овчарка. Самая популярная служебная собака нередко приобретается для семьи. Всё дело в её преданности и покладистости. Овчарка беспрекословно признаёт авторитет хозяина и может обучаться даже под руководством детей. Ротвейлер. Ротвейлер во многом похож на немецкую овчарку. Он тоже входит в топ-10 самых умных четвероногих, бесконечно предан хозяину и славится своими охранными качествами. Отличает их только большее недоверие к незнакомцам. Ротвейлеры очень терпеливы к малышам из своей семьи, но во всех остальных они видят потенциальную угрозу. По этой причине эти животные нуждаются в очень грамотном воспитании. Доберман. Ещё один пример идеального и послушного защитника Доберман. При своевременной социализации он становится полноценным семейным любимцем, а вовсе не исчадием ада. Благодаря своей самостоятельности пес прекрасно ориентируется в ситуации и без дополнительных команд. Различает время для шалости с ребятней и их охраны. Московская сторожевая. Московская сторожевая – результат вязки Симбернара и Кавказской овчарки, поэтому в её характере сочетается благосклонное отношение к малышне и развитый защитно-охранный инстинкт. Из-за крупных габаритов такого питомца лучше содержать в частном доме. Немецкий Дог. Немецкие Доги – идеальные защитники и телохранители. Благодаря своей флегматичности они могут жить даже в квартире, но только при условии наличия достаточного пространства. Единственный минус этих благородных четвероногих – слабое здоровье и малая продолжительность жизни. Стаффорд Ширский Бультерьер. Из-за своего прошлого Стаффорды часто получают обвинения в беспричинной агрессии. На самом деле мнение о злобности этой породы ошибочно. Современные Стаффорды – добрейшие создания, ориентированные на человека. В отличие от Ротвеллера, они с большим удовольствием готовы предоставить своё пузико любому встречному малышу. Алабай. Бесстрашные алабаи выведены для охраны, поэтому недоверие к незнакомцам заложено у них в крови. Несмотря на это, они совершенно не видят опасности в малышах. К ним алабаи всегда расположены радушно. Восточноевропейская овчарка. Восточноевропейская овчарка – ближайший родственник немецкой. Она наделена схожим характером, но больше немецкой овчарки. Также стоит отметить меньшую вспыльчивость, что очень важно при общении с маленькими проказниками. Ирландский волкодав. Жестокость ирландских волкодавов проявляется только во время охоты. В кругу семьи эти четвероногие совершенно безобидны. Они снисходительно относятся к маленьким хозяевам и до двух лет щенячьим энтузиазмом поддерживают любые их забавы. Шнауцеры. Сюда следует включить Ризин Шнауцера и его ближайшего родственника – русского черного терьера. Первый представитель такой же неугомонный, как дети, поэтому в первую очередь он завязывает дружбу именно с маленькими хозяевами. Русский черный терьер более спокойный, но это совершенно не мешает ему принимать активное участие в детских играх и даже некоторых шалостях. Немецкий боксер. Игривые и энергичные боксеры не выбирают себе любимчиков и привязываются ко всем членам семьи без исключения. Благодаря хорошим охранным качествам им можно доверить не только роль друга, но и телохранителя. Джек Рассел Терьер. Самый популярный терьер для детей Джек Рассел. Это типичный энерджайзер, готовый играть со своими хозяевами сутки напролет. Важно понимать, что Терьер не терпила, к нему нельзя относиться как к плюшевому медвежонку, в противном случае можно получить ответный кусь. Канекорсо. Собака этой породы внушительных размеров, защита маленьких и слабых у нее в крови. Канекорсо отлично ладит с детьми, в игре с ними отличается терпением и стойкостью. Если ей надоедает, она просто уходит или прячется, не проявляя свирепости или агрессии. Канекорсо никогда не собьет с ног ребенка и не позволит себе напугать его. Ауси. Австралийская овчарка. Ауси можно брать в семью с маленьким ребенком. Она станет отличной нянькой. Собака присмотрит за малышом, поддержит подвижную игру школьника, с радостью пойдет с подростком на прогулку. Австралийцы терпеливы. Это особенно важно, когда в доме подрастает малыш, который может нечаянно потянуть собаку за хвост, если он есть. Иногда Ауси движимо пастушим инстинктом, может чепнуть непосредливого кроху. Так собака обычно управляет овцами. Но если показать ей, как правильно взаимодействовать с младенцем, то проблем в общении не возникнет. А на этом все. Я надеюсь вам понравилось. Так что всем пока.